Всем привет! Вы знаете, мои коллеги не очень любят автомобили такого вот плана. Я же наоборот считаю, что это очень неплохая альтернатива при выборе семейного автомобиля. Что ж, давайте попробуем проверить на примере Citroёn Berlingo Multispace. Второе поколение этого пассажирского фургона выпускается с 2008 года. В 2012 автомобиль подвергся небольшому обновлению, а в следующем году в Украине появилась версия с роботизированной коробкой передач. Именно ее мы взяли на тест-драйв. На сегодня Berlingo Multispace доступен в двух комплектациях и только с дизельным двигателем 1.6. Первая базовая, Attraction, комплектуется исключительно более слабым его вариантом на 75 лошадок, а более оснащенная XTR, как у нас, более мощным, уже на 90 лошадей. Цены на Multispace стартуют с 21,5 тысячи долларов. Версия XTR оценена в 26. Ну а точно такая машина, как у нас, с учетом всех установленных на нее опций, потянет уже почти на 30 тысяч долларов. А если быть точным, на 29 тысяч 750. Среди опций, которые здесь установлены, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, руль, обшитый кожей, датчики дождя и света, а также hands-free Bluetooth. Фактически здесь установлены все опции, которые вообще в теории можно дозаказать в Украине. Если первое поколение Берлинга было сугубо утилитарным, даже в пассажирском исполнении, то второй генерации дизайнеры постарались придать больше оригинальности и самобытности. Выразилось это в оформлении передней части, боковой линии остекления и сглаживании так называемых острых углов. Но от концепции фургонов все равно не уйдешь. Большой однообъемный кузов и почти вертикальные боковины, как видите, на месте. После рестайлинга у Берлинга поменялись решетка радиатора, передние фары, в них по-другому расположены поворотники и немного передний бампер. Еще добавились светодиодные полоски дневного света, они расположены прямо под фарами в своем отдельном месте. Два новых цвета кузова и, кстати, в один из них выкрашен наш тестовый Берлинга и новые дизайны колесных дисков и колпаков. В целом Берлинга смотрится довольно симпатично, особенно учитывая его уже немолодой возраст. Конечно, легковушки и минивены будут поизящнее, но на фоне даже самых молодых конкурентов вполне на уровне. А вот салон выдает возраст автомобиля. Но фирменный Ситроэновский Креатив позволил сделать из обычного, на первый взгляд, фургона вполне интересный автомобиль. Ну, начнем с передней панели. Как видите, она полностью вертикальная, с характерным уступом по центру. Здесь обилие просто-таки круглых дефлекторов, каких-то круглых ниш и вообще различных полочек и емкостей. И, кстати, на поверху их оказывается еще больше, чем видно на первый взгляд. Материалы, правда, скромные. Все пластики твердые, а центральная вставка на торпедо еще и шероховатая. Зато она удачно гармонирует с цветом нашего автомобиля. По эргономике все просто и понятно. Вот разве что клавиши стеклоподъемников расположены по центру на этом самом выступе, и это не совсем удобно. Приходится привыкать заново. Но главный приз за оригинальность по праву уходит к селекту роботизированной коробки передач. Признаюсь честно, решение это весьма и весьма оригинальное, и появилось оно на Ситрэне едва ли не раньше, чем на Ягуарах и Лендроверах. Там, если помните, коробка передач тоже выполнена в виде шайбы. Как я уже упомянул, по всему салону разбросано великое множество боксов, ниш, всевозможных емкостей и каких-то полочек. Вот только за бардачок обидно. Ну, уж очень он маленький. Сюда не помещается даже сервисная книжка. Отыгрывается за него вот эта вот полка над приборной панелью. Сервисная переехала сюда. И центральный бокс. Он поистине огромен. Здесь можно хранить запасы пива на всю компанию, например, или всяческую мелочевку. Но, опять-таки, как и недавно в C4 Picasso, здесь нет каких-либо разделителей. То есть рискует образоваться какая-то небольшая свалка нужных и не очень вещей. Но, в чем его плюс? Его можно демонтировать. Делается это очень легко. Убирается. И получаем свободное пространство между передними сидениями. Тоже, в принципе, на усмотрение. Довольно удобно его можно использовать. И, кстати, по этому образовавшемуся проходу можно перебраться на задний ряд, не выходя из машины. Крыше можно уделить отдельное внимание. Как вы уже заметили, здесь стоит опционная панорамная крыша MatTop за 1200 долларов. И отличается она четырьмя отдельными окошками. Ситроеновцы гордо заявляют, что подсмотрели данное решение в авиации. Но, я вам скажу, в солнечную погоду, и мы уже имели такой опыт, темечку будет здорово припекать. Потому что тут только легкая тонировка. Никакой шторки не предусмотрено. Вот это вот интересная и весьма-весьма оригинальная конструкция по центру. Это с одной стороны органайзер, то есть вверху здесь небольшие полки. А с другой своеобразный вентилятор для задних пассажиров. И причем вентилятор с ароматизатором. Вот здесь вот находится регулировка трехскоростной переключатель. И здесь же специальный дозатор, который входит в комплект автомобиля с ароматом на выборе, я так понимаю. То есть настроили интенсивность обдува, настроили интенсивность аромата и, значит, сидите, просто вкушаете благоухание. Но, на самом деле, это не полноценный автономный кондиционер, а, скажем так, ретранслятор. То есть его вентилятор находится вот здесь, отсюда он забирает воздух и передает его задним пассажирам. Но, согласитесь, выглядит эта вся конструкция очень и очень оригинально. Теперь, что касается посадки. По умолчанию она высокая. Я скажу, она даже выше, чем у многих кроссоверов. У пассажира регулировки по высоте нет, поэтому ему приходится мириться с тем, как установлено сидение. Ну, а водитель может слегка подрегулировать. Но даже в нижнем, самом нижнем положении, все равно я сижу высоко. Обзорность от этого только выигрывает. Но вот есть незадача. Руль установлен весьма от лого. И даже подобрав удобную посадку по педалям, по сиденью, то есть по наклону спинки и вытянув этот самый руль максимально на себя и опустив вниз, я все равно вынужден буду слегка тянуться к верхней части, к верхней рабочей части. И приходится это делать довольно часто, особенно в городе, потому что выворот у автомобиля небольшой. Соответственно, при каких-то парковочных маневрах, при разъездах приходится к рулю тянуться. Ну, в общем, вот такой вот минус. Ну что, примеримся к заднему ряду. Открывается достаточно широкий дверной проем. Посадка удобная, ничто не мешает. Плюс высота сидений такова, что не нужно ни пригибаться, ни тянуться куда-то вверх. Это все здорово. Но, как вы видите, здесь установлены три раздельных сидения. Это опция, и предлагается она за 600 долларов. И я вам скажу, это существенный минус. И вот почему. То есть каждому пассажиру положено отдельное место. И сдвигаться будет не очень удобно. И вот если крайние будут сидеть на своих местах, вот четко как под них отформовано, то плечом я очень серьезно упираюсь в пластиковый декоративный кожух. Он мне реально мешает. Мешает даже сидя тут пару минут, не говоря уже о какой-то многочасовой поездке. Поэтому что я бы сделал? Я бы просто не заказывал эти три раздельных сидения. По умолчанию, то есть в стандарте здесь идет обычный диван, обычное сидение, которое также можно сложить, только не каждая по отдельности, как здесь. А в пропорции 2 к 3. Ну, обычно так, как складываются эти диваны в универсалах, седанах, во всех остальных машинах. Из интересных опций, кстати, закрывать не очень удобно эти двери. Здесь у нас имеются шторки. Вот такие вот. Идут они почему-то в пакете с блокировкой задних дверей, то есть так называемым детским замком. Он нажимается отдельной кнопкой. Обратите внимание, кстати, что боковины полностью зашиты. То есть здесь не видно металла. И это большой плюс. То есть дизайнеры постарались максимально скрыть грузовую, фургоновскую сущность этой машины. Из удобств посадки, то есть если не брать во внимание плечи и немного тесные сидения, то до впереди стоящего водительского кресла, которое отрегулировано под меня, места вполне достаточно, пространства имеется. То есть можно даже немного так развалиться. Можно разложить эти самые сидения немного назад. Но опять-таки в плечо давит. Почувствовать себя немного вольготнее. Вот тут же панорамные люки наши красивые. Они, кстати, в большей мере предназначены для задних пассажиров, потому что ни водитель, ни передний пассажир в них ничего не видят. Они находятся у них за головами. Отдельные три дефлектора. Но это очень модно, я вам скажу. Тут можно под себя настроить, прям как в автобусе или в самолете. И вот этот центральный прозрачный плафон, он такой матовый. На самом деле он не подсвечивается, это просто декор, это просто элемент дизайна. Имеются вот такие вот прикольные столики. Очень удобно в дороге, если перекусить на пикнике, например, или что-то написать, надо почитать журнал какой-то, в конце концов ноутбук открыть. Вот, по удобству посадки, что я вам скажу. Получается самое лучшее место у среднего пассажира. И то, если у него не будет двух попутчиков по сторонам. Здесь достаточно даже еще больше места для ног. Здесь не жмет в плечах. Ну и, соответственно, получается максимальный комфорт. Что касается самих сидений, кстати, в этой компоновке они получаются абсолютно одинаковые. Как передние, так и задние. То боковая поддержка здесь больше развита по краям. А вот ближе к стыку подушки и спинки ее практически нет. То есть, по-видимому, это рассчитано на то, чтобы помещались люди разные, даже более крупные, чем моя комплекции. Ну, на самом деле, мне вполне нормально. Багажник у Berlingo Multispace будет побольше, чем у многих универсалов. 675 литров полезного объема. И это только до полки. Довольно удобно организовано все это пространство. Низкий порог, широкий, ровный проем. И причем он достаточно высокий. Обратите внимание, дверь поднимается на приличную высоту. То есть, я со своими метров 82 спокойно могу под ней ходить. То есть, если что-то грузить-выгружать, совершенно не напряжно. Но маловато ниш для всякой полезной и не очень мелочевки. Фактически, только вот этот вот маленький кармашек и все. Ну, например, ту же жидкость для омывателя сложить, может быть, негде. Пол здесь сплошной. Тут нет как такового подпола. Но что интересно, что он достаточно мягкий. Ну, а полноразмерная запаска прячется под днищем. Это типичное решение для французских автомобилей. Оно не очень удобное, потому что откручивается и, соответственно, выгружается запаской с помощью вот этого винта. Загружается еще хуже. И можете представить, как это все проворачивать в какую-то морозную или очень дождливую, грязную погоду. Идем дальше. Среди опций есть вот такой вот интересный бокс. Опять-таки, 100% подсмотрено в авиации. Это очень напоминает полку для багажа в самолетах. Открывается она таким вот образом. Выдерживает 10 килограмм и может служить для наполнения какой-то веточью, нетяжелыми инструментами. Ну, в общем, всяким полезным и не очень хламом. Теперь попробуем снять полку, снять вот эту вот защитную сетку. Кстати, к самой сетке вопросов нет. Она защищает грузы при резком торможении, чтобы они не смещались в салон. Сейчас мы ее снимаем и попробуем сложить сидение и посмотреть, что получится. Только что мы совершенно неожиданно обнаружили, для чего вот эта вот дырка. Она для того, чтобы пропустить через нее ремень, которым должен присягнуться средний пассажир. Ну, и совсем это не лаз для кормления вашей собакой. Ау-ау! По заверениям производителя, сложив три задних сидения или же одно сплошное, мы должны получить полезный объем в 3000 литров. Что ж, давайте посмотрим, как это все происходит. Сначала складывается спинка. Кстати, в нашем случае среднее сидение может служить обширным подлокотником. Потом поднимается все сидение целиком. И так, каждая по отдельности. Оцените, уже неплохо. Но, если эти сидения мешают, то есть какой-либо груз у нас не влазит, мы можем их попросту демонтировать. Делается вот таким несложным образом, но сами сидения не из легких. Хотя нет, если его вытащить, в принципе, не тяжело. То есть, один человек вполне справится. Все они демонтируются из салона. И это, соответственно, тоже складывается у нас таким же образом. И получается огромная грузовая площадка. Здесь еще с небольшим уступом. То есть, нагрузить можно прилично, если мерить под крышу. Так вообще. И что, кстати, я забыл сказать в прошлый раз, когда рассказывал про задний ряд сидений, что стекла здесь из-за движных дверей, они не опускаются, а открываются как форточки. И из-за этого летом задним пассажирам может быть не очень комфортно, скажу вам откровенно. Так вот, вот это вот решение с отдельными воздуходуйками, это не просто понты. Это еще какая-никакая, но помощь и улучшенный комфорт для задних пассажиров. Так что, в принципе, эта опция имеет какую-то практическую пользу. В технической начинке кроется, пожалуй, самое главное отличие тестового Берлинга. Помимо микрогибридной технологии, к ней мы вернемся несколько позже, здесь установлен и немного доработанный, я бы сказал, улучшенный дизельный двигатель. То есть, если сравнить с версией на механике, то в первом приближении кажется, что мотор одинаковый. 90 лошадиных сил и, в общем-то, никакой разницы. Но на самом деле, для версии XTR и для версии с роботом и микрогибридом этот двигатель его доработали. То есть, здесь чуть больше мощность, 92 лошадиные силы, если быть точным. Здесь больше крутящий момент, 230 ньютонометров. И он отвечает нормам Евро-5. В то время как версия с механической коробкой, ее двигатель, он всего лишь дотягивает до Евро-4. Но самое главное их отличие и, наверное, самый главный козырь, я бы сказал, нашего тестового Multispace, в том, что расход у него заявлен на полтора литра меньше, чем у версии с механикой. И это в то время как у нас установлен автомат. Ну, хоть и робот, но все равно автоматическая коробка. То есть, по техническим характеристикам, здесь 5,1 литра в городе на сотню должна у нас уходить. Ну, так ли это на самом деле, мы проверим на практике. Поехали! В движении двигатель очень хорош. Ну, конечно, не зажигалка, но тянет очень ровно и уверенно. И с самых низов это происходит без ощущения турбо-ямы. Ведь пик момента в 230 ньютонометров, как я уже говорил, он приходится где-то на 1700-1800 оборотах. И отдельно по двигателю хотелось бы похвалить его очень малую вибронагруженность и очень тихую работу. То есть, на умеренных таких скоростях, когда сильно не газуешь, двигателя практически не слышно. И тут, что интересно, что иногда даже более слышен вентилятор системы кондиционирования и отопления. Если вы сейчас прислушаетесь, очень хорошо прислушаетесь, то вы его тоже услышите. Ну, шучу на самом деле, но иногда раздражает. И особенно раздражает, когда наш микрогибрид глушит автомобиль на светофорах и в тянутках. Сама микрогибридная технология нацелена на то, чтобы сэкономить топливо главным образом на светофорах и в пробках путем глушения двигателя. Причем система делает это уже начиная со скорости 8 км в час. И это не всегда удобно в тянучках, когда автомобилю приходится глохнуть и сразу же заводиться. В моделях с такой системой установлена специальная аккумуляторная батарея, особый стартер-генератор, а также внесены доработки в двигатель. Например, другая система смазки турбины, усиленный топливный насос высокого давления и маховик. Производитель заявляет о расчетном ресурсе в 600 тысяч стартов. На практике это позволяет действительно неплохо экономить топливо, а система рекуперации позволяет стоять с заглушенным двигателем, например, если светофор очень длинный, ну, достаточно долго. Оценить эту экономию в литрах, к сожалению, не получится. Только в секундах или минутах. То есть в набор компьютера есть отдельная графа, в которой указано, сколько за поездку вы простояли с заглушенным двигателем, то есть теоретически, сколько вы, ну, сэкономили топлива, то есть в каком-то перерасчете. Ну и по поводу зимней езды, то есть сейчас лето, сейчас-то все работает отлично, в том виде действительно сам глухнет на светофорах, ну, то есть глушится принудительно, сам заводится, все хорошо, но если на улице будет холоднее, чем минус 5, то в принципе система может и не сработать, то есть таков ее алгоритм, таковые установки, это указывается производителем, то есть это никакой не секрет, ну и почему так, да потому что тепло и комфорт пассажиров это важнее экономии. Роботизированная коробка, увы, заслужила больше всего нареканий. Слишком заметны клевки при переключениях и слишком долгими бывают задержки при переключении в рваном ритме езды, когда при разгоне надо перебрасывать со второй на первую, а потом сразу обратно. С другой стороны, если переключаться вручную со сбросом газа, так как мы делаем это на механике, то все проходит более-менее гладко, но все же мы покупаем автомат не для того, чтобы участвовать в этом процессе. Вывод таков, этот робот придется по душе только флегматичным водителям. С другой стороны, если переключаться в ручном режиме с помощью подрулевых лепестков и делать это точно так, как мы делаем на механике, то есть со сбросом газа, то тогда процесс смены передач происходит довольно плавно и практически незаметно для водителя и пассажиров. Но согласитесь, мы же покупаем автомат не для того, чтобы участвовать в смене передач. Мы хотим, чтобы это делал он за нас сам. В итоге вывод будет таков. Берлинга с роботом подойдет и придется больше всего по душе, скорее всего, флегматичным водителям, нежели любителям поактивничать на дороге. Что касается рулевого управления, то оно насыщено приятным усилием. Вот сейчас на трассе очень хорошо чувствуются управляемые колеса и в то же время на парковке руль не очень тяжелый. Единственным минус, который я отметил, это то, что выворот мог бы быть лучше. То есть на самом деле в городе очень часто его не хватало, приходилось разворачиваться или маневрировать в несколько приемов. Ну и приятный бонус, правда это опция платная, в нашей комплектации руль обшит кожей. Ключевым фактором при оценке берлинга я бы назвал подвеску, потому как именно она определяет, насколько он комфортен, насколько он пригоден для семейной эксплуатации, для повседневной езды. То есть не только грузы разводить, а как бы с комфортом там например на работу ездить. Что получается? Впереди здесь стойки Макферсона, сзади полузависимая балка, пружины, не рессоры и это уже плюс. Но тем не менее настроена она довольно жестко и по-видимому нацелена на все-таки хорошую грузоподъемность, на перевоз грузов, поэтому назвать ее мягкой ну никак не получится и честно говоря лучше всего она себя ведет при легкой загрузке, то есть если один или два человека в машине и сзади в багажник кинуть какой-то небольшой груз, то есть слегка загрузить заднюю ось, то тогда получится в самый раз. Если же водитель в машине один и машина просто пустая, то возникает некоторый такой эффект козления, те кто водил автомобили с задней рессорной подвеской прекрасно понимают о чем я и это не всегда приятно. Хотя с другой стороны опять-таки в поворотах, даже пытаясь быстро зайти в эти повороты, автомобиль держится увереннее и скорее всего вас смутит то, что вы как-то уже выскальзываете из сиденья, выпадаете и кажется, что крен большой, нежели то, что машина срывается в траектории или как-то пугает вас своим поведением. Ну вот примерно такие впечатления. Что касается обзорности, здесь в принципе все довольно неплохо, самое главное, что нет массивных передних стоек, они мало того, что узкие, еще отформованы таким образом, что дают водителю максимум обзорности. Что касается картинки за автомобилем, то здесь отмечу хорошие наружные зеркала, они хоть и не велики внешне, но дают неплохую панораму, неплохое видение того, что или кто едет сзади вас. Ну и центральное зеркало, оно в принципе тоже неплохое, то есть поругать его прямо так, чтобы маленькое я не могу. Но из-за того, что заднее стекло достаточно большое, само зеркало кажется маленьким. То есть сделай его дизайнера или инженера чуть побольше, было бы в самый раз, а так как-то неудобно немножко. И, кстати, добавлю, что вот это вот маленькое салонное зеркальце, оно на самом деле предназначено для наблюдения за задним рядом. То есть если вы едете с детьми, с малыми детьми и хотите видеть, что они там шкодничают, то оно как раз предназначено для этого. Ну и давайте подведем итог по драйву, скажем так, промежуточный итог теста. Это самое интересное, расход. Сколько получилось у нас в среднем на сотню. Скажу сразу, мне не удалось добиться таких показателей, которые были заявлены Citroen в его характеристиках. То есть 5 литров, ну можно выжать из автомобиля, но это если не включать кондиционер, ехать постоянно накатом и желательно по ночному городу. Если же говорить об обычной городской езде, то здесь самая реальная цифра это 6-6,5 литров. Вот, собственно, сейчас это и показывает нам борткомпьютер. То есть за поездку сегодняшнего дня это 6,1 литр. И за всего, сколько мы набегали, почти 300 километров, это 6,3 литра. То есть чуть раньше эта цифра была 6,5. Перед тем, как полезть и попытаться измерить клиренс Citroen, я вам скажу, что версия XTR, кстати, она отличается еще и, скажем такими, внедорожными накладками на бамперах, расширителями на порогах и увеличенным на 10 миллиметров клиренсом. И, кстати, заявлено даже, что у Berlingo Multispace XTR есть защита картера двигателя. Ну, давайте проверим, насколько все это соответствует действительности. Итак, клиренс получается 14 сантиметров, ну а защита хоть и присутствует, но, как видите, она пластиковая. Ну и пока я лазил, вспомнил, что у Berlingo есть и внедорожная версия, называется она Track. Она серьезно, это заметно приподнята над землей, но привод у нее все равно передний. С помощью водителю там имеется разве что система наподобие грипп-контролю Peugeot. Итак, что же у нас получается в итоге? Citroen Berlingo Multispace действительно может подойти на роль семейного автомобиля, правда, с некоторыми оговорками. Например, если вам нравятся фургоны, или же вы действительно испытываете потребность в семейном автомобиле и одновременно в автомобиле для перевозки небольших коммерческих грузов, ну, скажем, для малого бизнеса. Но все же следует учесть, что это хоть и значительно доработанный, но тем не менее фургон, что в первую очередь сказывается на жесткости подвески и достаточно утилитарном внешнем виде. Хотя на другой чаше весов у нас просторный салон, достаточно просторный и, ну, хорошо продуманный багажник, позволяющий перевозить действительно большие грузы, если нагружать до потолка. И надежная, проверенная временем техника. Единственная, за исключением этой самой гибридной технологии. Все же ее эксплуатация сейчас слишком мала. Напомню, она где-то с 2010 года внедрена, так сказать, в широкие автомобильные ситроэновские массы. И говорить о какой-то надежности, либо ненадежности, пока рановато. Ну и традиционно несколько слов о конкурентах. Топ-3 главных соперника Берлинга Multispace – это Fiat Doblo, Volkswagen Caddy и новый Ford Tourneo Connect. По цене самый близкий и фактически в одну цену с Multispace – это Fiat Doblo. То есть начальные прайсы у них одинаковые, дальше уже идут некоторые отличия, потому что Doblo есть как 5-местный, так и 7-местный, но он не предлагает автоматической коробки передач. Что касается Caddy, то если наш автомобиль, вот именно тестовый, стоит 29, то минимальный прайс на Caddy на сегодня составляет 26 тысяч долларов, ну там с копейками. Но чем он более оснащенный, тем, соответственно, он будет дороже и там уже цена переваливает за 30-ку. Ну и что касается нового Tourneo Connect, то на удивление он не сильно прыгнул в цене и, в принципе, стартовая цена от 22 тысяч дает право говорить о какой-то конкуренции и о соперничестве. И, кстати, у Tourneo и у Fiat есть не только 7-местные версии, есть еще и длиннобазные версии. А вот Citroën, к сожалению, ни тем, ни другим похвастать не может. Но, опять-таки, в его активе автоматическая коробка передач и неплохое сочетание по набору опций, по цене и по, собственно, оснащению. Ну, конечно же, как всегда, последнее слово за покупателем, то есть за вами. На этом все.